Заколючей и патажной внешностью многие чаще видят скорее стервозную натуру, чем ранимую творческую. А между тем она готова отдавать. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Анна Бобровская. Знакомьтесь, Анна Бобровская. И честности не будет ни в том, что ты говоришь, ни в том, что ты делаешь, ни какой ты есть вообще на самом деле. Квартира Бобровских давно превратилась в какое-то удивительное по атмосфере место. Друзья знают, если на кухне горит свет, значит и глубокой ночью не стыдно постучать в окно и заглянуть на огонек. На этой кухне очень много чего рождается, сохраняется. Вот человек, которому первый раз посвятила свое стихотворение, моя была Мэри Поппинс, такая, так мы рядышком все время. Вот мама моя, красивая. А вот я похожая. Все, кто приходит домой, всегда все мы сидим на кухне. Как бы у нас много не было, мы все умудряем сюда впихнуться. У нас есть два варианта света, чтобы было поуютнее, потеплее. Некоторые даже в шутку называют Анну старьевщиком из-за особой любви к куче мелочей. А ведь если задуматься, ни одна самая красивая игрушка или дизайнерская вещь не хранит столько тепла, сколько стоптанные детские сандалии или старенькие оловянные солдатики. Я вот как это, мыши, я на самом деле не могу в пустом пространстве. Да, мне надо, чтобы вокруг меня было. И главное, чтобы оно вот было откуда-то, ну, из детства, с чем-то связано, что-то несло было. Что собрано в этой коробке – сюрприз даже для нее самой. Эта мама бережно собрала воспоминания нескольких лет в один чемодан. 16-й, на 3-й, 99-й год. Друзья, бабушка и сестра. Рисование и музыка, клуб деловых людей, школа начинающих журналистов – все это было. Правда, до конца не выстрелила, с улыбкой признается Анна. Ее новое увлечение сметали друг друга, как товарный поезд. В 2004-м она «Мисс Рязань, комсомольская правда». В 2015-м – гвоздь программы «Литературных вечеров». Ну, я такая, но я не могу быть другой. Ну, вот не могу, если нужно ходить с иракезом на всю голову, я буду с ним ходить. Надо мне красное, я буду красное, надо зеленое, буду зеленое. Более того, люди, на самом деле, которые понимают, ты им даешь возможность тоже быть честными. Вспомнить подорожник на разбитых коленках, самый вкусный пломбир, сирень с пятью лепестками, домик под кроватью и разрезанных палкой червяков. Скажете, не было? Она собрала эти воспоминания в своей книге родом из детства. Но, оказывается, не такая уж большая разница между нашими поколениями. Я говорю, нет людей, которые не ели козявки. Я говорю, я же не говорю, что ты их сознательно ел, но хоть раз да попробовал, точно. Говорит, нет. Я говорю, хорошо. Я говорю, тогда встаньте те, кто ели козявки. И встаю сама. Начинают вставать дети, взрослые. Это было как в американских фильмах просто. И те уже, кто говорил, что не ел козявки, они такие сидят. Им либо сейчас сознаться и быть как все, но быть человеком, который, можно сказать, ну да, ел козявки, ну, корки ковырял, там, не знаю, с велосипеда падал, от бабок скрывался там во дворе, пока сирень воровал. Все это несет добро и объединяет куда больше, чем чистота и точность слуга. Мы пойдем на старое место, чтобы вспомнить то, как когда-то. Той весной я была зажата. А теперь мне почти все равно. Моя учительница по литературе вообще мои мысли не принимала. У меня все время были три-три, четыре-три. Ну, в общем, ей казалось все время, что я какую-то чушь несу. Может, я и несла, но я как бы вот со своим каким-то и делой, и искренне, да, со своим мнением была. Аня быстро сообразила, если писать сочинение в рифму, заранее попросить отличниц проверить орфографию и сослаться на авторские знаки припинания, то оценки становятся выше. Это был тоже способ самовыражения для девочки, которую считали в первую очередь дочкой Бобровского. Я не Бобровский, я не имею отношения к его заслугам. Я могу только ценить, так же, как и вы, любить, уважать. Наверное, непросто подать свой голос дочери человека, чьи спектакли находятся в Золотом фонде Российской Федерации. Зато понятно, откуда в Анне Бобровской желание разобрать детали, достучаться, попытаться вылечить, открыть на что-то глаза. Саму себя Анна в шутку называет «лево-дев», взяла самые гремучие гены от талантливых родителей. Я папу своего очень люблю, это большая часть меня, мы очень близки. Я помню, что папа мне любил со мной дурачиться. Это было самое весело. Он танцевал какие-то странные абсолютно танцы, показывал фокусы. А вот кормить друг друга баснями в этой семье не принято. Несмотря на все свои увлечения, Анна успела получить три образования. И начала совсем не с режиссуры, как многие могли подумать. Нечего делать в режиссуре, пока ты что-то можешь дать людям в 18 лет. Ты себе-то дать ничего не можешь. Хотя, что скрывать, проба была, и мастер не скупился на критику. Работать с папой – это невыносимо. Потому что когда ты, он сидит, такой режиссер, ты стоишь, он такой, ну, читай. Я ему говорю, Иван Андреевич Крылов. Он говорит, что? Я говорю, Иван Андреевич Крылов. Он такой, я не понял тебя. Я говорю, что ты не понял? Я говорю, Иван Андреевич Крылов. Он говорит, я не понял, Андреевич. Или он Андреевич. Или вообще он Иван Андреевич Крылов, а не Иван Андреевич Крылов. В общем, пока я произносила только имя и фамилии, я уже просто была на пределе. Потом мы долго разговаривали про каждую строчку этой басни, про бочку, чем она наполнена. И это был такой караул. В общем, я... Тебе хватило? Мне хватило. Маяковский, Бродский, Ахматова. Кажется, она могла бы найти с ними общий язык. Слишком навязчивым иногда становится странное чувство самобичевания. Желание переболеть, перестрадать, нести свой крест. Со мной надо ласковый. Со мной удар на копейку, а отдача на рубль. Как бы... Поэтому меня тут приласкал, здесь ласковые слова сказал. Да я в лепешку расшибусь и все сделаю, что там от меня попросили. Почему люди такие злые, мам? Вооруженные до зубов. Маму, ты знаешь, они убить готовы. В их арсенале миллионы наточенных слов. Она не из тех, кто даст закиснуть себе и другим. Нет-нет, да и устраивает провокацию хотя бы смены имиджа. Здесь у меня Марлен Дитрих, мы ее не видим. Здесь у меня Фрида Калла, художница. Вот она вот тут таится. Это мои альтер-эго, грубо говоря. Фрида Калла, которая была и бунтаркой, и характером, и пила, и материлась как сапожник, но создавала замечательное искусство, несмотря на проблемы со здоровьем, преодолевала и была целым отождествлением эпохи. Сильные, смелые, но все-таки женщины, готовые понимать до бесконечности, лишь бы знать, что не зря. Я хочу быть девочкой, я хочу быть хрупкой, я хочу быть маленькой птичкой на чьем-то большом плече, в чьей-то ладошке, а не скалой, потому что я могу, правда, все вынести. Ну, вот как я хотела в войну пойти, я даже могу, мне кажется, оторванную ногу зубами пришить человеку, если это будет необходимо. Но, правда, в моменты самые сложные, я готова прийти на помощь, делать все, что угодно. Во мне просто недюжая сила просыпается, могу вынести все. К счастью, сейчас главным испытанием для творческой семьи стало приготовление домашних заданий с семилетней дочкой Марусей. Я работаю по той схеме, я думаю, за что я любила папу? За то, что он все время был в Бармалеи, что хотел, то и делал. И вот эта вот легкость восприятия мира, которую он мне давал, она мне помогала, тоже самое я делаю с Машкой. Она гордится тем, что я, например, когда в садик приходила, с зелеными волосами, все дети, у тебя мама с зелеными волосами. Я говорю, а почему у вас волосы зеленые? Я говорю, у меня бабушка-русалка. У меня бабушка-русалка. Многие ли мамы готовы показаться смешными на публике, быть своими в толпе ребятишек и от всей души дурачиться вместе с ними? Мы приходим после болезни, она заходит, и на нее несется эта толпа, ее не видно. Маша пришла, Маша пришла. Она такая солнечная девочка, и тоже ей хочется все время кому-то помочь. Она с детской площадки не уйдет, пока она последнему карапузу вот этот вот нос не подотрет, куда-то не посадит, бабушке клюку не подаст. Но о том, какие воспоминания Анна с Марусей хранят в старых сундуках, что сегодня означает обнаженная поэзия и как оставаться детьми в любом возрасте, смотрите ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова